ДИКЛАС Никлас, расскажите о новом дизайне своего шлема. Ну это такой шлем в клубной стилистике Салавата Юлаева. С одной стороны изображен памятник Салавату Юлаеву, другая сторона выполнена в зеленых цветах, и здесь логотип команды. В остальном, мне кажется, довольно классический шлем, на нем нет ничего лишнего. Вот здесь мой номер, ну и в целом на нем преобладает цвет нашей домашней формы. Я специально просил дизайнера, чтобы шлем был более зеленым, чем в прошлом году. Почему вы решили сменить дизайн? Я стараюсь каждый год его немного менять, и я думаю, что памятник Салавату действительно очень классный. Насколько я понял, он является знаковым для города. Поэтому я поговорил с художником и сказал, что было бы здорово, если бы он изобразил памятник на маске. Мне кажется, получилось красиво. Надеюсь, болельщикам тоже понравится. Это был художник из Уфы или еще откуда-то? Нет, это швед Дэвид Ганнерсон. Он делает огромное количество масок для вратарей, не только для шведов, но в том числе и для игроков из КХЛ и НХЛ. Мне кажется, он очень хорош в своем деле. Вы и раньше у него заказывали? Да, каждый раз с тех пор, как я начал раскрашивать свой шлем. Это было еще в Швеции, потом в НХЛ, ну и в КХЛ теперь тоже. Каждый год он рисовал вам главного героя из Крестного Отца, но на новом шлеме его нет. Ну, не каждый год, но очень часто у нас был Крестный Отец, да. Это началось еще с первой маски, которую мы сделали 7-8 лет назад. У него это тоже любимый фильм, так что это прикольная идея. Но в этом году мы решили все немного поменять. Почему? Как я уже сказал, мне кажется, что статуя Салабата Юлаева реально классная, и мы решили, что она подходит больше.